Так, ну, пожалуй, мы начинаем. Давайте, в принципе, я думаю, что и меня, и Шико плюс-минус все знают. Но если что я представлюсь, меня зовут Медовщиков Михаил, медик. Почему это Шико? Почему это Шико, мы не знаем. Почему, собственно говоря, появилась идея сделать подобный семинар? Потому что у нас есть чатик «Правый юрист», в котором периодически поднимаются теле- и юридические вопросы, в том числе связанные с ролевыми играми. Иногда от обсуждений, которые идут там внутри чата, а также просто то, что ты видишь на форуме, у практикующих юристов обычно там вытекают глаза, и все равно может вытекать. А времени сказать в интернете людям, что ты не прав, практически не бывает. Поэтому я подумал, что, так как я являюсь практикующим специалистом, юристом, есть смысл выбрать за предыдущий год какие-то определенные трендовые темы и по ним пройтись. Возможно, не только мне было бы это интересно, а если семинары наберут ход, будут дополнительно являться какие-то другие вопросы, возможно, там на следующем компоненте мы выберем иные вопросы и тоже их рассмотрим. Давайте остановимся на тех, которые я выбрал мы с Шипо в этот раз. Это новелла в законодательстве, то, что у нас появилось в законе определения луков и арбалетов. То, что возбудоражило наш, собственно, весь предыдущий сезон с проведением черного отряда, а именно полигоны и охраняемые зоны. То, что, наверное, будет всем интересно не только в рамках РИ, а вообще взаимоотношений между друг другом, это прием взносов на карточку и вообще перечисление друг к другу как между физлицами. Четвертое – это в чем необходимость регистрации организатора как ИП или ООО, потому что мы постепенно отходим от ситуации, когда все это делается на коленочке, как между физлицами, и постепенно переходим к различным правовым взаимоотношениям. Ну и последнее, коронавирус, бонусом, я хотел сказать о нем буквально 5 минут, но у нас получится определенный спонтанный семинар. О нем поговорим по себе. Собственно, вечером, вот Гир кононсировал в 17 часов. Да, вместе. В спонтанном холле очень спонтанно. Ну давайте прямо начнем. Значит, то, от чего, собственно говоря, у меня вытекли глаза. Некоторое время назад в достаточно большом телеграм-канале, который называется… Ролевой Борн. Я никто не знает. В котором появилась статья о том, что в законодательстве появились новеллы, то, что у нас появилось определение луков и арбалетов, что есть определенные теперь границы натяжения. Соответственно, для луков это 27 килограмм, для арбалетов это 45 килограмм. И в конце был дан физический достаточно совет. Не будет лишним положить арбалетный чехол обычный электронный безмен на 50 килограмм, с помощью которого вы прямо на фольк сможете измерить силу натяжения и при вероятном общении с сотрудниками и полицией продемонстрировать показатели интересующейся стране. Так делать нельзя. Возможно, такое случится, что сотрудник полиции будет вас слушать, безмен в принципе как бы можете себе положить. Но самый лучший способ в связи с тем, что у нас введены в систему законодательства луков и арбалеты, это их разбирать и хорошо упаковывать, прятать. Потому что сотрудник полиции, сотрудник ДПС, который откроет у вас машину и будет смотреть, спросит такой, что это. В лучшем случае ему будет просто интересно и он захочет с вами поиграть в игру, о том, что это что это, вы чем-то занимаетесь. А в лучшем случае ему просто нечего делать и он решит вас задержать. Соответственно, вы ему никаким безменом, скажем, я померяю. Ничего ты не померяешь. Ты проедешь с ним в отделение, лук и арбалет будут сданы экспертизу, ты там проведешь замечательный вечер-ночь в отделении, после чего, скорее всего, тебя спокойно отпустят, потому что нужного натяжения не будет. Эксперт скажет менту, что друг, отпускай его спокойно. Но игра и все, что вы радостно везли на полигон, у вас все это, понятное дело, пропадает. Поэтому не пользуемся безменом, не демонстрируем радостно полиции наши луки, аккуратненько все прячем. Если такое случилось, можете попробовать, что нужно иметь, собственно говоря, с собой. Собственно, сама новелла, если хотите посчитать, это закон об оружии. Федеральный закон от 2019 года вступил через три месяца после его принятия. То есть вот уже с начала этого года он, в принципе, действует. Как я уже сказал, натяжение максимальное для лука 27 килограмм, для арбалета 43, прошу прощения. Кроме того, нужно понимать, что все снаряды, а также то, что считается стрелами для арбалетов и луков, это все в закон об оружии входит. И когда у вас обнаружат помимо дуг еще какие-то дополнительные части в виде заостренных различных частей, они у вас просят, что это такое, и вам вполне могут пришить еще изготовление оружия. Соответственно, тоже аккуратненько все это прячем. Лучший вариант самый, когда у вас есть не самостоятельно сделанный арбалет или лук, а купленный в соответствующем магазине. Когда у вас есть, собственно, такой арбалет или лук, вы получаете помимо сертификата, который прилагается обычно каждому такому устройству, есть еще так называемый информационный листок. Вот этот информационный листок нас от у них в политике действует совершенно благим образом. он видит эти печатки, а также он видит самое главное, что сила давайте ответить получше, сила дуг арбалета не более 43, и сила для лука не более 27. Вот у вас есть распечатанные эти бумажечки, вы их показываете с органика полиции, тоже махать ей особо не надо без надобности, но если у вас есть распечатанный закон, или вы способны его очень быстро найти в консультанте, для этого достаточно написать 4 слова закона об оружии, луке и арбалете, вам сразу все это вылезет, и у вас есть распечатанный вот этот документик, на сотрудник полиции это произведет, я вас уверяю, намного лучше, чем без мэн. Едем дальше. Нужно быть в курсе, что за незаконную продажу изготовления лука и арбалета предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям за сбытое изготовление за двух лет лишения свободы или штраф до 80 тысяч рублей. Двушечка за лягушечку. Двушечка за лягушечку, совершенно верно, потому что совсем недавно, год назад, мужика взяли из рельсы, сделал арбалет, прошибал на 4 сантиметра рельсу, не, не, из автомобильной рельсы прошибал на 4 сантиметра доску, на 4 сантиметра прошибал доску, нормально получил двушечку. Я правильно понимаю, что этот пункт относится к формулевке изготовления того, что является оружием с точки зрения закона об оружии под названием лука и арбалет, то есть с натяжением больше, чем после правоохранения экспертизы. Да, да, совершенно верно. А, еще такой вопрос. Слушай, смотри, я просто скажу момент, что в случае, если экспертиза назовет, что никакой опасности не предоставляет и натяжение меньше, то тебя спокойно опускают. Сопутствующий вопрос. Закон об оружии. Я текст его читал, естественно, вопрос в другом. Рассматриваем мы арбалет и лук как устройство, как метательное оружие или комплекс из арбалет, лук плюс боезапас. То есть, иначе говоря, если у тебя есть что-то, что похоже на арбалет, но у него нет боезапаса заостренного, то есть, что брожающий элемент? Смотри, там, на самом деле, и вот откроешь вот этот, вот этот закон федеральный, там, вот именно его, изменения, то там, внесены изменения не только в части лука и арбалета, а снарядов и поражающих элементов. То есть, ты посмотришь, что все, что относится к то, чем они стреляют, тоже сюда введено. И будут рассматривать, конечно, в комплексе. Если обнаружат арбалет, будут рассматривать только арбалет. У меня такой вопрос еще. там вот определение на следующем слайде был Лупов и, нет, назад. А баллисты действительно попадают сюда? Там все метательное оружие, да, попадает. Баллисты легко можно, наверное, больше иметь, или нет? Смотри, все будет определять экспертиза. у меня сразу такой вопрос. Баллисты просто катапульты, требушеты, лук. Там стоит метательное оружие. Я думаю, что там катапульты, требушеты. Это широкое определение, от которое можно в целом даже рогатку. Да, совершенно верно. А если просто мишок стрелял, короче, с гуманизатором, то что? Ничего. Ну, скорее всего, скажет, это доказано. Утащи, пожалуйста, в этой формулировке тут явно указано, что вещь идет именно о луке, арбалет, у которого есть дуга. То есть, иначе говоря, это метательное оружие, у которого есть сила дуги. То есть, соответственно, сюда не попадает что-нибудь на резинках, на веревках и так далее. Баллисты, арбалеты здесь введены в теме семинара, потому что они общеупотребимы, ими используют охотники и бракандары. Поэтому их сделали нормально. Но в формулировку закона оборужили и внесли понятие метательного оружия. И то, что мы сейчас говорим про натяжение, то, что можно, мы говорим только про лукер-малет. А все остальное туда просто тоже узаконили. Узаконили, и теперь за это можно сесть. Короче, они перетащили определение из каких-то введенных результатов в закон. Да. Совершенно верно. Давайте мы попробуем двинемся дальше. ОПТ. Да. Так. Да. Все. ОПТ. Давайте я передам слово ШКО. В прошлом году прогремела для всех новая аббревиатура из четырех букв, которую все внезапно узнали перед черным отрядом. Что такое ОПТ? Особо охраняемая природная территория. Что, собственно, произошло для тех, кто не в курсе, напоминаю. Был выбран полигон под городом Зарайск, искался полигон с арендодателем. В процессе подготовки к игре факт нахождения ОПТ было обнаружено игроками. Арендодатель уверил, что все порешает и будет хорошо. Какой-то пидорас написал анонимное заявление в прокуратуру. Ну, значит, там было немножко веселье. Ситуацию порешали, но, в общем, было неприятно. Теперь давайте разбираться. Вот, собственно, этот самый полигон, на котором была игра. Собственно, территория ОПТ объединена оранжевым. А место проведения игры было вот здесь. Вот река Осетр, если видно. Основное место проведения игры было вот здесь. И стоянки также отмечены вот здесь вот красненьким, не знаю, насколько это видно по контрасту. А фиолетом вот здесь проведены дороги. А вот здесь находилась мастерка, например. В целом это все довольно стрёмненько, но закончилось, к счастью, хорошо. Разберемся поближе с ОПТ. Они бывают разные по принадлежности. Есть федеральные, которые подчиняют, соответственно, федеральному правительству региональные, которые подчиняют, соответственно, региональным правительствам уровню субъектов федерации. И местные. Это, соответственно, там районы субъектов федерации. А вот, собственно, классификация вполне себе официальная ОПТ. Что здесь важно? Какие они бывают? Заповедники, национальные партии федерального подчинения. Здесь по цвету можно понять. Региональные подсвечены вот там вот таким вот беженненьким. Это место. Что, собственно, тут важно? То, что объединено красным, про, собственно, проведение чего-то на этих территориях можно забыть. Вот эти территории, они допускают проведение массовых мероприятий при ряде условий. Это мы сейчас выберем чуть дальше. Как, собственно говоря, регулируется ОПТ? Два основных документа. Федеральный закон номер 33 и постановление правительства о подтверждении правил создания охранных зон. Там вот все такое. Какие типовые запреты вообще бывают в ОПТ? Складирование стройматериалов, строительство зданий и сооружений, движение стоянка транспортных средств, устройство туристических стоянок, проведение массовых мероприятий, разведение костров. Ничего не напоминает? А дышать там можно? Можно, это можно. Но там и трогать можно по тропинкам. Так, везде ли все запрещено? Нет. Это важно понимать. Значит, паспорт каждого ОПТ индивидуально. Значит, предусмотрим перечень видов использования, который разрешен. То есть, например, вот это, это виды использования, которые, как правило, запрещены. Но есть виды использования, которые не запрещены, которые даже могут быть прямо разрешены. И в нашем случае это туризм и рекреация. Значит, надо понимать, да, что вот ОПТ, значит, излучены реки Осетр, там с редкими, значит, птицами, насекомыми и прочими букашками. Значит, там, судя по, значит, паспорту этого ОПТ, значит, они взяли просто там что-то типовое, вписали туда вообще все запреты. Вот, то есть там даже, не знаю, там один с телефоном, который музицировать нельзя. Да, то есть туда, короче, собрали все, что можно, как бы, да, и, соответственно, значит, получилось вот то, что получилось. Но есть ОПТ, которые вот предназначены, то есть, которые прямо записаны, что там можно заниматься туризмом и проводить рекреационные деятельности. Но там тоже есть ограничения, соответственно, связанные с тем, что это все должно происходить, там на оборудованных, то есть все пятое, десятое и так далее. Вот. Просто если вы будете находиться в ОПТ, там, где нельзя ничего, и вас в этот момент принят, то вас будет нехорошо. А в данном случае, можно, так сказать, есть еще, значит, поле для… как это правильно сказать? Поле? Нет. Скажем так, поле для переговоров с теми, кто вас принят. Здравствуйте, здрасте. Здрасте. Здесь указаны, значит, такие основные ОПТ или новости. Вот. Как можно видеть, в целом их так не очень много. Значит, ну, поскольку мы в Москве, то, соответственно, вот Медик подготовил более интересную программу ОПТ. Вот это список. Вот это список. Есть. А это все там в сплошных написано? Да, это вот все написано, как бы, да, там, посмотрите, это все Google X. То есть в центре нормально можно проводить? Да. Олег, коллеги, я перебью. Там другие запреты. Сначала появилась четкая тенденция заполнять ОПТ карту Подмосковья. К 20-му году планируется 21% и дальше больше. Как бы, мы сейчас уже 21% это европейское значение. Вот, чем будет дальше 25-й, 28-й год, там собираются до 30%. То есть со временем все находит. У меня, кстати, есть мысль, с чем это может быть связано. Это может быть связано с тем, что таким образом пытаются как-то защищать территорию от застройств. У меня такой вопрос, врачом за этот ряд-то. Ну, то есть вывод-то какой? То есть нельзя было проводить? Готов. Готов. Я не готов. Это комментировать. Да, Семер? Слушай, а что будет? Что будет? Если вы приняли ОПТ, я не знаю, с Костром? Это же Костер. Как договоришься? У меня незаконно-то что сказать? Если понятно, что… Вот, собственно, про это предназначен специальный слайд. ОПТ – уголовная ответственность. Статья 259. Уничтожение акустических мест обитания для организма. Значит, статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений. 261. Уничтожение и повреждение лесных насаждений. 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Я не помню, какие там… Значит, есть ли там уголовка за… Если у тебя частного… Как частное лицо, по-моему, да? Есть. Коллеги, там история следом. Давайте высыпаться срок. Да. 262 есть. Хорошо. Коллеги, можно я вот этот момент поясню? Дело в том, что когда непосредственно мастерская группа перед началом, когда у нас была общая истерия перед проводить черный отряд или не проводить, я изучал судебную практику по 262. То, что у нас говорили, вот вы приедете в лес, вы сядете, это в принципе не соответствует действительности. Ответственность по данной статье, да, она, конечно, может распространяться на физических лиц, но из той практики, которую я смотрел, она распространяется только на должностных лиц. То есть, конечно, организаторов могли принять и могли все это отменить. Но то, чего писали многочисленные команды, которые там снимались и говорили, вот вы приедете и вас там закроют, это просто ну ерунда. Поэтому, в принципе, вы должны как организаторы понимать, что это все вот это статьи для вас, а как игроки вы можете пострадать в принципе только финансово тем, что приедете и все отменят. Смотрите, тут я дополню немного с той точки зрения, что если вы выезжаете командой, у команды есть, условно говоря, капитан, дальше на вашу стоянку приходят люди в форме и спрашивают первого попавшегося покемона, кто здесь старший. И этот человек говорит, а старший вот тот парень в тибетейке. И потом к этому парню в тибетейке подходят и говорят, выкопили тут старший. И дальше все зависит от того, насколько парень в тибетейке быстро соображает. Он вполне может сказать, что да, я тут старший, и он скажет, отлично, ты организатор вот этого всего. Просто с точки зрения тех, кто придет, вот у нас здесь организованная группа, вот есть организатор, вот у нее есть старший. То есть это тут тоже надо понимать. То есть если ты покемон, ты скорее всего соберешь действительно свою запись и идешь в чащу. А если ты вывозишь команду, то у тебя могут быть проблемы. То есть вообще совет всегда отвечает, да мы тут просто сами все приехали, никто ничего не организовывал. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Мы тут случайно встретились, значит. Костюмы достали ничего. Котеночка ищем. Не терялся. И пятитоник приехал. Нет, мы как-то в интернете со знакомыми договорились и приехали. Нет, организатора у нас нет, просто мы все друзья. Да. Леонид, ты прав. Из собственного опыта. Совершенно верно. Ну в крайнем случае, если уже совсем пошло никуда, и у вас есть какой-то человек с навыками скракана, вы можете, конечно, его отправить на переговоры, и возможно он даже… Он при этом не должен признаваться, что он просто… Да. Просто человек с хорошо подвешенным языком. Так. Что тут дальше? Значит, что почитать? Соответственно, вот полезные ссылки для ознакомления. Значит, тут, значит, каталог, собственно, ОПТ с паспортами, пояснениями там и так далее. Вот. Отдельно вот по Ленобласти, по Московской области там и так далее. То есть вот, в общем, with this fucking manual и так далее. Значит, что у нас там дальше? Вот тенденции, значит. В целом, как бы об этом умные парни говорят уже давно, значит, что в целом как бы все будет двигаться в сторону, значит, связки, значит, если то там большая мега игра, как бы, да, то это будет там связка, база тут слез рядом. Потому что всегда можно сказать, ой, мы не знаем, что тут нельзя выбегать в лес, как бы, а вот, но на самом деле мы вот тут в пионерлагере, значит, там все такое, у нас тут курс лет. Ну, понятное дело, что чем крупнее игра, тем как бы просто в лесу это начнет вызывать как бы определенные проблемы. Просто в лесу это Питерское сейчас бывает? Да везде бывает. Ну да, в Питере мы играем просто в лесу. В Урале, например. Вот будет там гадна такая, а то же будет просто в лесу, если что. Так, что у нас тут дальше? О! Важный вопрос. Да, давай, соответственно, ты начинь тогда запугивать. Да, да. Значит, та самая история, то, чего ходило давно, потому что нас всех за переводы за карточку быстро налоговая в конце концов прищучит. И когда вы оплачиваете в отсутствие договора своему арендодателю плату там 25 тысяч за квартиру на карточку, арендодателю вполне может прийти и вернуться налогом. Собственно говоря, вся та же самая ситуация у нас наблюдается и в ролевых играх. Дело в том, что в подавляющем большинстве проектов, которые сейчас у нас идут, мы смотрим, что вот проект, взнос можно сдать так. на карточку, карта Тинькофф, карта Райфайзен, карта Альфа, Сбера, все для вас, друзья, вам удобно. Но, в принципе, пока никто не понимает, что это, какие проблемы это нам несет. А первое, следующее, что тот человек, который берет на себя, это обычно мастер по хэче, который берет на себя обязательства и, соответственно, заводит карточку, к нему начинают цепаться деньги. Вот этот момент, мы об этом расскажем. Мы чуть-чуть позднее про вернул долг, в какой-то момент кнопочка может включиться, налоговые возьмут и доначислют ему 13%. То есть человек, который собрал, ну там, я не знаю, 500 тысяч игры. Это не так. Ему начислят больше, около 40. Это считается незаконной деятельностью. За что начисляется треть, как бы, от сборов, плюс МДС 20%, плюс, ну вот, 13. Я знаком с практикой. Я об этом тоже расскажу. Это не 13. Я тебе дадил, как бы, 13 я тоже написал неспроста. Тоже? Я немножко попозже скажу, да. Вот. Соответственно, если мы, если этот человек собирает деньги, никто, мы прекрасно вспоминаем те самые случаи о том, что человек собирал на автобус, ни автобуса, ни человека. В принципе, ситуации бывают разные. Заболела мама, фигакнул все деньги ей на лечение. Как бы, взносов нет. Что? Как с человеком? Ну, как бы, признавайте меня банкротом. Проблема. Проблема с ООО. Как бы, такого случится вряд ли может. Ну, и, соответственно, самая замечательная история, когда у человека есть определенные долги по кредитам, по ЖКХ, по алиментам. Если раньше приставы бегали за людьми и пытались у них что-то как-то взыскать, то сейчас накладывается арест автоматически на сумму долга и веерно списывается со всех карточек вот эта сумма. Должен он 13 тысяч. У него есть 4 карты в разных банках. У него с каждой картой списывается по 13 кс. Вот. Все довольны. После этого он бегает, говорит о том, что ну вы же с 4 карточек у меня списали, давайте я вот за одну. И ему потом еще в течение там 3-4 месяцев возвращаются назад эти по 13 тысяч. Я вот, например, так бегал для организации, еще до сих пор не бегал. То есть, короче говоря, банки перечисляют по исполнительным листам автоматом без уведомления. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому там… Все там, да. Если раньше это дело блокировали под нужную сумму специально, то сейчас можно списывать? Да, совершенно верно. Так, собственно говоря, что сейчас происходит кроме всего прочего? А, помимо того, что у вас могут заблокировать определенную сумму, у вас могут просто заблокировать карточку. Банк видит, что сыпется огромное количество платежей с каких-то разных, они говорят, ну какие-то странные платежи. Вот у нас есть закон о противодействии легализации отмывания доходов, поэтому, друг дорогой, мы пока твою карточку заблокируем. Ты нам приди и расскажи, кто все эти люди тебе посылают деньги и за что это вообще происходит. Ты такой… Да. Смотри, Сбербанк на самом деле воюет с ЦБ, чтобы ничего не блокировать. Потому что Сбербанку все это выгодно и другим монстрам. Воюет с победным успехом. Значит, смотри, тут дело не в том, что с кем воюет Греф, а в том, что Грефу скажут делать. Понимаете? Там по-разному кто кому говорит. Тут история такая… Дальше, подожди. Смотри, вопрос в чем? Дело не в том, воюет или не воюет. Не все сидят на Сбербанке, некоторые любят Тинькова и так далее. Просто есть как бы закон, который дает в целом банку, предъявляет банку определенные требования, неограниченные достаточно. И, соответственно, как бы… Блэйс Лео Ампирт, потом Полька. Сбербанк. Понимаете, что это закон, а есть человек, который закон исполняет. Тот компонентс-менеджер, который его делает. И он заинтересован в том, чтобы сначала заблокировать, а потом разобраться. Вот это, кстати, Блэйс, она работает, собственно, в банке и… Ну, то есть я знаю, как работают комплайнсы и Ампирт, в частности, в Сбербанке. Соответственно, ну, они сначала заблокируют, потом вы будете объяснять. Все верно. Ну, он подтвердил. Я хотел сказать, что можно… Приложил сказать бескучее по этому тему. Это риск. Ну, типа, может с вами наступить, с другим наступить. В этот риск реальный, вроде как все согласны. Типа, ну, кого-то не заблокируют, кого-то заблокируют, и это для вашей игры будет что? Либо надо будет находить полмиллиона долга у кого-то, чтобы провести игру, пока ты деньги возвращаешь. Если, то да, сверху. Понятно, Ампирт? Судя по всему, банковские эти все роботы влияют примерно на процент. На соотношение, сколько платежей идёт. Субъективно, да, да. Вы собираете взносов суммарно 30 тысяч, а у вас на счету условно есть 300, оно не среагирует. Это большой опыт по знакомствам. Но если вдруг сумма зашкаливает за какие-то средние банковские значения, карточки выплатили? Может быть, это принято, да. Нет, автоматы меняются каждые 2-3 месяца. Алгоритмы меняют. Ну, я говорю, что алгоритмы переписывают. Алгоритмы того, что считаются подозрительными, меняют каждые 2-3 месяца. Короче говоря, было ощущение, опять же по опыту, что если ты условно или еще кто-то, у кого по счету может в месяц несколько сотен тысяч проходить, что если ты при этом еще туда соберешь 100 тысяч взносов, то в целом ок. Вроде ты состоятельный пацан, ничего страшного. А если у тебя зарплата 35-50, и тут внезапно тебе 500 бахнуло, кучей мелких платежей, сразу возникают вопросы. Ты чем занимаешься вообще? Продолжение темы Шико. Я занимаюсь банкротством физических лиц. Не спасает по нашему арбитражу даже расписка о том, что вот эти люди должны были мне этих денег. Если у тебя зарплата 50 тысяч, и тебе перечислили по распискам полмиллиона, возникает следующий вопрос, откуда ты эти полмиллиона добыл, чтобы занять этим людям? Я всю жизнь копил. Я всю жизнь копил. Я всю жизнь копил. Просто смотрите, я всю жизнь копил — это такие довольно размытые категории. Если есть выписка со сберегательного счета, то ты считаешь, что... На словах ты можешь говорить просто все, что угодно, но спрашивать будут документы, потому что тот человек, который будет принимать решение, с него потом буду спрашивать, не по твоим словам, а по закону и по инструкции поэтому ему проще там тебя чем фиона и давайте там следующий кадр и нужно будет короткий достаточно вопрос я правильно понимаю то есть как бы нет никаких условно говоря там последствий двушечку за ролевушечку если там не налог не уплачен там миллион рублей по миллион с нашими бюджетами уже присесть за это важный момент совсем недавно вообще появилась совсем недавно история о том что сми написали о том что сейчас владельцев карт которым перечисляются и невыясненные поступления их будут отлавливать и до начислять налоги налоговая поспешила это опровергнуть опровергла на в своей истории как этот ответ можете сразу считать это ответ ложный фнс информация в сфере повсеместно о повсеместном вызове налоговые органы физлиц владельцев карты с ними с ними поступлениями не соответствует действительности это не так налоговые органы не имеют прямого доступа к счетам не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок это тоже не так дело в том что сейчас у эту систему тестировали но последний наверно года три и сейчас вот у нас совсем недавно был закрытый семинар с представителями налоговой службы и они честно поделились информацией о том что сейчас все это в режиме одной кнопки то есть данные с счетов как только cb как только владимир владимирович и появится у россии необходимость вам резко что-то доначислить вот потому что в стране денег нет они возьмут и доначислят пока да не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок вот это без проведения проверок пока то что их сдерживает на самом деле все технические средства чтобы понять что вам перечисляется и общение между банками это на данный момент есть как часто сколько вот то что она говорила по социологии тоже есть и по деньгам да то есть тут еще какой момент как бы да я тут немножко забегу в политоту тут наверно половина думаешь что вот кровавый режим значит летует например от финляндии да вы не можете прийти значит там не знаю банк с котлетой денег и положить их просто так на счет вас потребует собственно говоря разъяснить откуда ты дорогой друг как бы да со своей зарплаты значит в две тысячи евро тут нам принес котлету в день вот даже если ты иностранный гражданин и там открываешь счет тебя тоже попросят подтвердить собственно происхождение денежных средств поэтому соответственно тут собственно все вот эти механизмы да в том числе отслеживание физических лиц как бы транзакций физических лиц и учетов расходов это в целом как бы да просто соответствие там требованию времени там сегодня там как я не готов на это ответить вообще до три года но я хотел сказать про вот эти вот типа контроль счетов 100 по налоговой что про банков и то что ссылается на тана это хороший пример потому что алгоритмы которые используются они нечетки понять план что типа вот вот если так у тебя посадят а так не посадят нет вообще фишка выделения фродо все ладно нечетки лилео спасибо давайте смотрите что что делать как бы есть определенный выход как бы об этом расскажут попытаются рассказать джекой лево вот семинар 15.00 в субботу короче говоря мы обо всем вот этим вот всех этих нюансах предпринимательскую деятельность там и так далее мы поговорим соответственно после обеда в 15 часов в зале атланта приходите быстрый ответ гильду про 13 процентов это специалист из налоговой сказал что когда будут нажимать на кнопку в начале спросят про 13 вот а так примерно 60 процентов за незаконное вступление вот так что давай нет как бы про детей я в двух словах расскажу давайте и про улыбка смотрите тут про и п значит я как я уже сказал подробнее об этом расскажем после обеда мы расскажем о чем значит вообще как бы в чем собственно польза от и по как бы значит а когда вы допустим не знаю арендуете базу за нам за сто пятьсот миллионов рублей и делаете это на о да и база допустим вас там не знаю кидает вы просто идете с договором в арбитраж вот и в арбитраже там смотрят все очень просто так вот договор значит вот значит деньги то все 5 10 вот то есть эта схема отлажена если вы их из лицо вы идете в суд общей юрисдикции и дальше это начинается там ну полгодика там ну годик значит вы туда будете ходить ездить там что-то доказывать вот например что арбитраж специализируется на экономических как бы собственно говоря решение кримических вопросов а суд общей юрисдикции специализируется на том значит что там родственники друг друга с квартирой кидают значит там то все пятое-десятое там кто-то у кого-то там кредит банком проще говоря вот всякая вот такая вот херня вокруг частных лиц значит ну плюс соответственно когда когда вы как бы действуете как там физлицо вы не можете например там что-то покупать как бы да там в лавках которые работают только с юрисами это соответственно ну там всякий опыт там чего-то вот то то есть там у меня например я например там с этим сталкивался там довольно много еще там не знаю в четырнадцатом году на закупках переписал а вот кстати говоря вот наш мега удлинитель трехфазный вот он куплен с этого самого потому что такой объем кабеля это самое по нормальной цене купить в родинстве было невозможно ну и налоговая история так ты как бы раз базу платишь миллион из него платишь там пусть хоть и даже и по и платишь на шесть процентов или четыре процента а так это если ты и по но доходы минус расхода то ты не плательный ты не платишь денег нам не плачет он где-то остались голова и да то есть налоговый режим когда соответственно доходы минус расходы когда ты свои расходы закрываешь документами соответственно платишь на бог только разницу. В смысле? УСМ доходы минус расходы? Это не сложный налоговый режим. Если вы не умеете бухгалтерировать, то не надо заплатить бухгалтера. Спокойно. По этому все поговорим после обеда. Виды деятельности. Это все достаточно просто. УСМ. Это, соответственно, про УСМ. Тут еще интересный момент, что в регионах есть общероссийская ставка по режиму дохода минус расходы 15% с разницей между выручкой и закрытыми расходами. Но регионы вправе устанавливать свои ставки. Например, в Питере это 7%. Есть регионы с 10%. Москва, конечно, должна страдать, тут 15%. То есть там регистрируются в Питере, а игры в Москве бывают не так, правильно? Да. По месту регистрации получаются. Да, по месту регистрации. Вот, собственно, реклама круглого страна по коронавирусу. Медик сейчас расскажет еще немного про детишек. Да, давай. На самом деле, важный вопрос. У меня есть последний вопрос. Чем-то отличается то, как сейчас хишечка собирает через Тинькофф на эту систему, где копится на какую-то цель? Это то же самое, что перечитать? Нет, это правда. Я об этом еще скажу после обеда. У всего этого есть вполне признаки незаконного предпринимательства. Окей. Значит, я об этом скажу позже. Так, все проходите после обеда. Значит, да, на самом деле я посмотрел на количество вопросов, которые освещались, и ультимативно вырезал детей. Как выяснилось, на самом деле зря, потому что времени немножко осталось. Общая история про… у нас почему-то уровень веков, видимо, потому что мы здесь в принципе все одного возраста, в голове сидит то, что было примерно 10-15 лет назад, когда глава клуба приходил к родителями. Родители писали, я отпускаю своего несовершеннолетнего ребенка на игру под ответственность Иванова Ивана Ивановича. Он такой радостный нес это мастерам. Мастера такие, о, вывез клуб, молодец, как бы это 15-16 лет, птенцов. Замечательно. Хер не. Сейчас это не работает, а почему-то в наших головах сидит. Очень опасно. Дело в том, что на уровне субъектов уже давно принято куча нормативных актов, которые… Ну вот, например, в Москве это в кодексе об административных правонарушениях, статья 3.12. Неприятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в общественных иных местах без сопровождения родителей. Собственно говоря, на территориях, на которых ведется строительство, территориях автомагистрали, путепровода, уже дорожки, бла-бла-бла-бла, прилегающих территориях. Вот все, что наши полигоны в эту категорию попадают. Поэтому, если ты такой замечательный активист, и на твоем мероприятии дети, есть два развития событий. Хороший для тебя, когда с ребенком что-то случается. Ты говоришь, что я не я и жопа не моя. Уважаемые родители отпустили вас самостоятельно, поэтому я за него никакой ответственности не несу. Хуже всего происходит, когда с ребенком случается, в данном случае вы отделаетесь небольшим административным штрафом. Ну, скорее всего, просто ваше мероприятие разгонит, потому что представители полиции просто поводят жалом на месте и поинтересуются, почему у вас столько тут несовершеннолетних лиц на территории. Поэтому, ну, небольшой штраф. Хуже всего, если действительно с этим человеком что-то случится, как бы в этом случае вам, ну, поездки к следователю будет не избежать. Да, Лео, Фалька. Я хотел еще про детей сказать. Мы же подтвердили опровергение. Есть история про то, что есть строгие очень нормы, касающиеся организации турпоходов детей. А это все очень зарегулированная сфера, там, условно говоря, там не ближе 5 минут от ближайшей больницы с реанимацией, условно говоря. И может ли угрожать уголовная ответственность за оказание услуг, не соответствующих обязательным требованиям? Лео, ты вот здесь прав. Во-первых, но тут каждая ситуация надо рассматривать отдельно, что является оказанием услуг. Если это мы вот ТОО и П действуем по договору, то да, предоставление услуг и дальше, да, организация турпоходов и все, что с этим связано автоматически. Но мы сейчас рассматриваем ту ситуацию, когда вот какая-то полигонка или игра на базе, туда приехал, ну, 3-4 человека просто таких, ну, типа детей, 17-18 лет вот этого переходного периода, вот, с которыми надо что-то делать. Они, в принципе, ты не турпоход организуешь, они просто, ну, взнос заплатили почти как взрослые, вот. Но эти почти как взрослые дети могут принести тебе огромное количество проблем. Поэтому самая лучшая история, это если эти дети, а, будут непосредственно с родителями или лицами ответственными за них, ну, то есть опекунами. Как оформлять ответственных лиц, которые не родители? Можно я скажу? Я сейчас скажу, когда резюмируя до фальки, я скажу, что лучший способ взаимоотношения с детьми не брать их, но игру. Если вас прижало, и вам нужно брать детей, юридическая доверенность на представление интересов детей, с большим объемом детей это просто раскидывается на несколько взрослых. По поводу того, что сказать, не мои дети, ничего не знаю, с родителями у меня была договоренность, и тот же куклит выигрывает дела по перепискам в WhatsApp. И если вы с родителями ребенка переписывались о том, что вы везете, вы несете ответственность и все остальное, соскочить не получится. Проще сходить к юристу и за 1700 оформить доверенность на представление интересов. Ну, если ты готов, как бы, да, ты только держишь на себя мастера, противоформляют так. Это так работает. Ты не, ты мой родитель, ты идешь к нотариусу, заверяешь эту хирургу и с ней спокойно едешь. Ну, так вот спокойно, у тебя теперь, как бы, своим багажом. Мне кажется, здесь надо вести категорию детей, потому что у нас здесь дети до 14, есть после 14. И правовой аспект, так как я работаю с детьми, да, сейчас в основном, но, правда, это массовое мероприятие, это разные, двое разных детей. Да, но по доверенности можно, да, потому что до 14, это доверенность, после 14, это разрешение на свободное предмещение по Российской Федерации. Оно тоже должно быть материально заверено? Да, оно тоже должно быть. Все, хорошее уточнение, спасибо большое, это действительно важно. Это сильно облегчает нам жизнь. То есть, в этом случае, я правильно понимаю, что в случае вот такого разрешения, то ответственность за само себя передается ребенку лично. Родителям. Ну, родители передают ребенку. Нет, Дыка, если ты официальный организатор мероприятия, он приехал к тебе на братьев, ты тоже будешь с него в течение. Упс, взрывается. Но эти движения... Вопросы о том, что я там, типа, Вася набрал доверенность и куда-то ведет детей. Кстати, вот еще интересный вопрос, потому что, например, есть в требованиях организации детского досуга, и так далее, требования, не знаю, по организации питания. И там, собственно говоря, производство питания должно быть организовано так, что даже не все, понимаете, топовые рестораны в Москве так организованы. То есть там раздельный холодный горячий цех, то, сё, пятое, десятое. Это стандартные определения по ресторану. Короче говоря, там требования такие, которые в целом не реализуемы. Они реализуемы даже в рамках общепита зачастую. Ну вот. Давайте последние два вопроса. Мирабель и какой-нибудь еще и тлен. Слушай, я правильно понимаю, что какую бы ты там бумажку с каким нотариусом не приложил, к несовершеннолетнему все равно, если что случится организатор, как ты лыж в жопе. Ты имеешь в виду, что все равно будут проблемы? Нельзя никакого охраны... Указанная в этой бумажке ответственность, скорее. В рамках указанной бумажки ответственности и в зависимости от произошедшего случая. После дакана ты точно поймешь. Так что если вы мастер, собирайте копии всех этих документов и так далее. Один из таких типичных кейсов, если ты не организуешь специальный мероприятий для детей, то к тебе на ролевую игру едет старший ребенок с кем-то из родственников, но не родителей. Типа с братом-сестрой, с кем-то из сестру. Нет, не работает. Согласен. Значит, допустим, оформили вот это вот нотариальное согласие на перемещение ребенка, родителей, или доверенность на вот этого человека. Но я как организатор чем рискую в этой ситуации? Допустим, у нас все пока организовано по старинке, я не ООО, не ООО, не ООО. Наверное, в данном случае я не берусь судить. Я скажу, что тут будет от последствий зависеть. Если ты не обеспечишь, если это по твоей вине и случилось, ну там, я не знаю, сортир провалится под ним, конечно, спросят в первую очередь с тебя, а не с родителя, почему, собственно говоря... Тяжесть предосторонняя. Все очень просто. Тебе все равно будут задавать кучу вопросов, на которые тебе придется отвечать, а дальше... Я правильно понимаю, что если у тебя есть мероприятие, которое специально не заявлено, как детское, ты не обязан соблюдать, соответственно, все это безумие, ахрень, но, соответственно, если туда приезжает кто-то с ответственностью и с этим, собственно, старшим ребенком, то в себе вся головная боль становится вот этого вот ответственного, в основном. Ну, кроме совсем там, понятно. Кроме случая. Правильно? Правильно сформулировано или нет? Медикум есть сопутствующий. Давайте, смотрите, как бы, дело в том, что появилось реально много интересных, вот Айка правый говорит, много интересных вопросов. Гирт сказал, что этот семинар необходимо выложить в ролевой горн. Обязательно. Окей, я сделаю, выложу в горн и дополню. Серьезно, я еще поговорю с Кобальтом, раз он занимается этими делами. И мы отдельно про детей сделаем в этот семинар блог и его опишем, а дальше в комменты. На целом нормально понакидать там вопросы в личку мне или Медосу, как-то, да, в теленье. Нет, Медик, это к тому, что как бы ты говорил, что вот в горн выложили про... Так, ты давай данные, мы все там бросим. Если считаешь то, что там лажа, скажи, как надо. У нас есть такая площадка. Я с этого начинал, что как бы глаза вытекают, а времени нет. Так, все, давайте заканчиваем. Да, все, спасибо вам большое. Есть, есть, есть.